Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортинформа» и я, ее ведущий, Сергей Мисурагин. Тяжелоатлеты Витебской области в составе сборной Беларуси завоевали шесть медалей разного достоинства на юниорском чемпионате Европы в польском городе «Замость». В весовой категории до 62 килограммов воспитанник с дешор номер один Новополоцка Геннадий Лаптев завоевал серебро в рывке, золото в толчке и поднялся на высшую ступень педестала почета в сумме двоеборья. Витеблянка Дарья Терилева в весовой категории до 58 килограммов завоевала серебряную медаль в толчке и по сумме двоеборья стала серебряным призером соревнований. Еще одна серебряная медаль на счету ее партнера по команде и земляка Ильи Жерновского, который в весе до 69 килограммов выиграл серебро в рывке. В очередном туре чемпионата Беларуси футбольный клуб «Витебск» с минимальным счетом 1-0 на выезде победил «Торпеда Минск». Это позволило подопечным Сергея Ясинского подняться на вторую строчку в турнировой таблице. Дело в том, что основные конкуренты «Динамо» Минской Брест сыграли в ничью, а «Шахтер» проиграл «Торпеда Белас». Но сегодня давайте поговорим о другой игре предыдущего тура, где наши земляки со счетом 3-1 разгромили Могилевский Днепр. Матч в областном центре проводился после двухнедельной паузы в чемпионате, вызванной матчами национальной команды. В этот период клубы высшей лиги активно проводили товарищеские спарринги, чтобы не потерять игровой ритм. Витебляне форму поддерживали на тренировках, чтобы поберечь игроков основного состава и на пике формы подойти к важному поединку. Немножко у ребят поднакопилась усталость, но и тренерский штаб решил, что взамен полноценной игре, где возможны травмы и прочие неожиданности, провести двусторонку и полномерно готовиться к дальнейшим игру. Ну, а правильно мы делали или нет, наверное, сегодня вечером узнаем. Тем временем болельщики активно заполняли трибуны Витебского ЦСКА. Фанаты уверены, что в нынешнем сезоне их команда способна побороться за медали и вся борьба еще впереди. Конечно, матчи с Торпедо Белазом и с Динамо Брестом немножко так нас смутили, но я думаю, что все впереди мы сможем, сможем. Вся борьба еще впереди, конечно. Еще игры с прямими конкурентами, скажем так, с Динамо Минскими, с Шахтером, поэтому еще как вторые, так и четвертые, но я думаю, что должны быть вторые все-таки. Шахтер Динамо Минск еще очки потеряет, а у нас неплохой календарь, и я думаю, что мы возьмем свое и выйдем все-таки в Лигу Европы. Первый тайм получился немного грустным. Гости, пока были силы, играли в высокий прессинг и не давали подопечным Сергея Ясинского проводить быстрые атаки. Да и у самих хозяев мало что получалось в штрафной Днепра. И тут на помощь нашим землякам пришел стандарт. Антон Матвеенко с углового сделал острый навес, который головой замкнул Евгений Клопотский. После этого игра раскрылась. Гости большими силами двинулись вперед, чтобы отыграться, а у Витеблян появились моменты для контр-игры. В одной из атак Антон Матвеенко удачно сыграл на добивании, а через некоторое время оформил дубль, замкнув выверенную передачу партнера. А окончательную точку в поединке поставил игрок Днепра Артем Концевой, который ударом издали огорчил Дмитрия Гущенко. Эта победа и осечка «Динамо», которая в ничью сыграла с Минском, позволили Витебску выйти на чистое третье место в турнирной таблице. И в продолжение футбольной темы. Сборная команда подростков привезла серебряные награды с республиканского турнира по мини-футболу на призы Министерства внутренних дел. Витебская область второй год принимает участие в этих соревнованиях. В прошлом году завоевали бронзу, в этом году удалось подняться на пьедестале еще выше. Откройтесь, Антон! Открывайся! Ходим, 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 через дом сыграть, через дом сыграть. Это сегодня участковый инспектор по делам несовершеннолетних Александр Сухамлинов подсказывает ребятам с кромки поля. По условиям республиканского турнира он должен был играть с ними в одной команде. Времени на тренировки было немного, да и профессионального тренера у ребят не было. Команда сборная с трех инспекций по делам несовершеннолетних города Витебска. Но тут помогло футбольное прошлое Александра. За его плечами профессиональное занятие спортом. Ребятам по 15-17 лет. Учатся они в разных школах, колледжах и лицеях Витебска. Каждому инспекторы стараются найти свой подход и предупредить от ошибочных шагов. Занятие спортом и игра в команде здесь наилучшие инструменты профилактики. Футбол меняет приоритеты. Томас Лебартуев из республиканского турнира привез в титул лучшего голкипера и новые вратарские перчатки. В футбол он вернулся на новую позицию на поле после перерыва. Занимался 4 года футбольным кругом Витебска. Играл там, а потом из-за учебы не получилось и пришлось уйти оттуда. Я играл в поле, правом пол за защитником. И вот играл, а потом, когда я перед этим, когда сюда попал в команду, вратаря не было. А я так как-то во дворе раньше стоял и так как-то получилось, но более-менее стою. В первом матче на турнире в Витебске Томас не раз спасает команду. Игра с профильным классом МЧС 44-й Витебской школы получилась напряженной. Ребята борются до последнего. Самый младший в составе сборной команды Никита Сулимов. Наверное, больше других переживает за счет на табло. Пока что игра не очень идет. Потому что мы играли на искусственном газоне в Минске. Мы ездили в Минск. И сейчас зал нам неудобно. Не привыкли еще. С ребятами не так долго знакомы, не так долго играем. Но мы как видим игру. Мы вместе играем, даем друг другу пасы. Видим друг друга в поле. Игра номер один сближает, мотивирует и стимулирует заниматься спортом. Это и есть лучшая профилактика правонарушений. Кстати, ребята настолько загорелись футболом, что победу вырвали даже в товарищеском матче со сборной командой управления внутренних дел. Кубок Республики Беларусь по автомобильному кроссу, посвященный Дню Автомобилиста и Дорожника, завершился в областном центре. Спортсмены Витебской области завоевали золотые медали в двух классах машин. А тех, кто смог одолеть сложную песчаную трассу, в нашем следующем материале. Последний старт сезона. Кубок Беларуси по автокроссу собрал на трассе Втулова гонщиков из России и Беларуси. На дистанцию вышли 50 автокроссменов, чтобы оспорить медали в пяти классах машин. Погода подарила спортсменам шикарные условия для соревнований. Главное, чтобы не подводила техника. Машины необходимо было смотреть после каждого заезда. И здесь не обходилось без оперативного вмешательства. Все необходимое есть и сварка, и генератор есть, и все болгарки, дрели, сверла, там любые инструменты, какие нам нужны для того, чтобы можно было все починить в этой машине. Пока механики колдуют над машинами, на лицах гонщиков неподдельное волнение. Песчаная трасса – испытания для любого спортсмена. Здесь сложно показать маневренность, скорость и обгон. Гонщица из Минска Екатерина Турок уже четыре года управляет спортивным болидом. И ее не напугаешь подобными условиями. Скорость, адреналин и выплеск эмоций больше. Здесь выплеснуть можно все, что накопилось за трудовую неделю или за какие-то тяжелые дни. На трассе автогонщики стремились выжить максимум из своих железных коней. Борьба на трассе шла до последних метров финишного створа. И покорилась она далеко не всем. Техника не выдерживала, машины зарывались в песок. В классе машин Д1 конкурентов опередил оршанец Алексей Козловский. Витеблянин Виталий Ададюк стал серебряным призером. Его земляк по команде Андрей Григорьев выиграл в классе машин национальный. А оршанец Павел Попков поднялся на второе место. Не обошлось на автокроссе и без происшествий. В одном из финальных заездов автомобиль Багги, за рулем которого находился 35-летний гонщик из Смоленска, выехал за пределы трассы и на вираже сбил двух судей. Они с травмами доставлены в больницу. Гонку остановили и больше не продолжали. На месте происшествия работали следователи. В результате происшествия мужчинам причинены телесные повреждения, с которыми они госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. Водитель не пострадал. Следственной оперативной группой проведено осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены автотехническая экспертиза, а также судебно-медицинские экспертизы. В ходе осмотра изъят автомобиль, скабаги, а также документы по организации проведения соревнований. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. Теперь известно, что гонщик из Смоленска – опытный спортсмен. Он постоянно участвовал в автокроссе, в том числе в Витебске. И местная трасса была ему знакома. На этой неделе в областном центре пройдет центральный матч 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Витебск принимает «Динамо Минск». Баскетбольный клуб отправится в столицу, где сразится с цмоками. Там же гонбольная витебчанка помирится силами с воспитанницами Республиканского центра Олимпийского резерва. Начну с главной новости. В субботу 3 ноября на поле витебского ЦСКА пройдет одна из важнейших встреч в нынешнем сезоне для витебских футболистов. Команда областного центра сыграет против «Минского Динамо». Оба соперника – прямые конкуренты в борьбе за медали. В первом круге команды сыграли в ничью 1-1. Теперь цена набранных очков возрастает в несколько раз. Победа позволит витеблянам оторваться от мячан турнирной таблицы. Ничейный результат также неудачи не станет, так как пока наши земляки опережают столичных футболистов. Теперь к делам хоккейным. На этой неделе календарь выступления у наших клубов очень разбросан, и поединки будут проходить почти каждый день. 30 октября во вторник Витебск попытается одолеть пинских ястребов. Химик в Бобруйске будет искать ключи к воротам команды с одноименным названием. Аршанский локомотив будет стремиться обыграть сборную У-18. После этого среду Аршанцев ждет поединок с Бобруйском. А в четверг, 1 ноября, Витебск проведет матч с Барановичами. Еще две встречи запланированы на субботу, 3 ноября. В областном дерби сойдутся Химик и Локомотив, а Витебские медведи сыграют с Могилевым. И несколько слов о баскетболе. В среду, 31 октября, Витебский Рубон на выезде сыграет с Цмоки Минской резерв. Это самая молодая из трех команд, которыми Цмоки представлены в высшей лиге. Тем не менее, расслабляться рубоновцам нельзя. Аналогичная задача стоит и перед женской гонбольной командой Витебчанка. Наши землячки провели шесть поединков в розыгрыше, имеют на счету три победы и три поражения. В турнирной таблице идут на четвертом месте. В субботу в Минске им будут противостоять воспитанницы Республиканского центра Олимпийского резерва БНТУ-2. Соперник, как говорят, по силам витеблянкам. Главное, не растеряться в решающие моменты игры. И на этом у меня сегодня все. Будьте здоровы, до встречи через семь дней. Редактор субтитров А.Семкин